ЕС и Сербия начали переговоры по интеграции. Шелл определилась с масштабом увольнений, Греция выполнила условия кредиторов, а Apple открыла секретную лабораторию на Тайване. Подробнее в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Евросоюз и Сербия начали переговоры по интеграции, что означает старт формального процесса вступления балканской страны в ЕС. В понедельник были открыты две главы переговорного досье, которые касаются финансового контроля и нормализации отношений с Косово. В конце августа Белград и Приштина уже подписали двусторонние ключевые соглашения, однако косовский вопрос остается для сербов одним из самых болезненных. Формально две страны до сих пор не пристают друг друга и не имеют дипломатических отношений. Свою евроинтеграцию Сербия планирует завершить до конца 2019 года. Однако большинство наблюдателей считают эту дату слишком оптимистичной, указывая, например, соседней Хорватии, которая вела переговоры о членстве в ЕС целых шесть лет. Почти три тысячи дополнительных рабочих мест планирует сократить нефтяная компания Royal Dutch Shell после слияния с британским газовым гигантом BG Group. Ранее сообщалось, что увольнение в ходе ресуртуризации составит 7,5 тысяч человек. Синергия позволит сократить расходы партнеров на 3,5 миллиардов долларов. Сделку стоимостью в 70 миллиардов одобрили антимонопольные органы всех рынков, где работают обе компании – Невросоюза, Австралия, а теперь и Китая. Объединяться сырьевые компании заставляет обвал цен на нефть, они вынуждены сокращать расходы. Так, в третьем квартале Shell потеряла свыше 6 миллиардов долларов. Греция выполнила одно из главных требований международных кредиторов. Фонд по приватизации государственного имущества подписал соглашение с немецким консорциумом Фрапорт и его греческим партнером о передаче в концессию на 40 лет 14 местных аэропортов. Три из них в материковой части Греции, остальные – на островах. Консорциум осенью будущего года заплатит разово 1 миллиард 200 миллионов евро, а затем будет платить по 23 миллионов евро в год. Частные инвесторы могут развивать аэропорты на свое усмотрение, но собственность за землю и инфраструктуру остается у правительства. Американская корпорация Apple открыла на севере Тайваня новую лабораторию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы ситуации. По данным собеседников агентства, инженеры Apple занимаются в лаборатории разработкой новых технологий производства дисплеев. Сообщается, что в лаборатории, которая расположена в городе Лонгтан, работают по меньшей мере 50 инженеров, которые заняты разработкой дисплеев для iPhone и iPad. Более подробные сведения о лаборатории не разглашаются. В самой корпорации Apple информацию не комментируют. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с Dukascope TV и будьте в курсе всех событий. До завтра!